Прошу любить и жаловать. Александр Горник, Майнбокс. Кто его не видел? Кто его не знает? А есть кто-нибудь, кто его не знает? И вообще не читал ни статей, ни выступлений, не смотрел? Надо же, такое бывает. А кто следит за тем, что Саша делает, потому что он целую историю рассказывает? И такие есть. Шикарно. Давай, сжги, Саша. Всем привет. Ну, кто не знает, есть такая компания Майнбокс. Я в ней генеральный директор и один из владельцев. И сегодня хочу поговорить о счастье. На самом деле тут написано agile, но мне кажется, это касается плюс-минус любого повышения эффективности в компаниях. Как я вообще это вижу? Вот я читаю какую-нибудь статью про трансформацию. И приходит такой чувак, очень бодрый, говорит, давайте там agile, не знаю, 6sigma, lean. Вот. Ну, и все такие, ну, как бы, давайте. Он, значит, убеждает, там много умных слов, все такое. И если все получается, и у него правильные умные слова, то получается вот так. Ну, то есть эффективность выросла, agile повысил эффективность. И вот я читаю какую-нибудь очень крутую историю про то, как какая-нибудь огромная организация трансформируется. И у меня вопрос. Я себя представляю, например, не знаю, программистом в этой организации. И, а чтобы что? Ну, то есть ко мне пришли и говорят, давай, agile или не знаю, еще что-нибудь. И, а зачем мне это лично? И мне кажется, что если у нас нет ответа на этот вопрос, если это трансформация ради повышения эффективности, то, вообще говоря, это кончается профсоюзами. Ну, то есть организация, она повышает эффективность, налаживает процессы, все как бы круто. Но в какой-то момент сотрудники, по крайней мере в развитом мире, они говорят, нет, стоп, хватит, спасибо, больше не надо эффективности. Давайте теперь забастовка и давайте что-нибудь нам. И это, в общем-то, сделка, где выигрыш проигравший, а на самом деле в долгосрочном плане это проигравший проигравший. Ну, то есть как бы и компания теряет в эффективности, и сотрудники в итоге теряют хорошее место работы, и это тупик. И сегодня я хочу поговорить о том, что кажется, что вот то, что мы делаем, у нас есть некий, ну, по крайней мере, попытка ответа на этот вопрос. Идея очень простая, что когда мы повышаем эффективность, надо дать что-то взамен. И это что-то взамен, это счастье на работе. И вот как я понимаю, что у нас это получилось, да? То есть у нас компания, в которой полностью открыты зарплаты и финансы, весь пендель. Компании нашей, кто не знает, ну, порядка уже 100 человек, 90 сейчас работает. У нас нет менеджеров, в смысле каких-то выделенных ролей, которые ставят задачи, управляют людьми, все работают руками. И еще очень важный момент, который, еще расскажу чуть дальше, есть не только рабочие отношения. То есть как я понимаю, что людям нравится работать. У нас очень много пар работает, хотя многие считают, что это плохой паттерн. Но люди либо находят свою половинку в компании, либо приводят свою половинку, рекомендуют. И когда мы расстаемся, естественно, это происходит, кому-то не хочется работать, люди продолжают общаться, приглашают бывших коллег на корпоративы, есть длительные нерабочие отношения. С другой стороны, мы прибыльные, мы растем по 40% в год, инвестиции не привлекали. У нас при этом многие спрашивают, растет выручка на человека, падает, соответственно, доля зарплаты в выручке. То есть несмотря на то, что зарплаты открытые, ничего не происходит страшного. И клиенты довольны, то есть у нас низкий отток, высокий LTV, у нас куча истории успеха, можете почитать в нашем блоге. То есть вроде получается совмещать. Вот это еще один слайд про нерабочие отношения, тоже немножко такой симптом культуры. Это у нас есть такой анонимный телеграм-канал, который завели сотрудники, они там высмеивают то, что в компании им не нравится, или обсуждают какие-то вещи, ну я не знаю, про распределение премий, или про то, что кто-то плохо работает, такие вещи. А это стихи, которые люди пишут, обсуждая определенные вопросы, там обратную связь друг к другу, значит, в карточках обратной связи. Вот такие вот как бы настоящие целостные проявления личности на работе. Как мы это делаем, об этом этот доклад. Значит, есть такие два мужчины, которые об этом писали книжки. Есть поток Чиктисят Михайя и пинг про мотивацию. Если их кратко очень пересказывать, то в принципе счастье на работе – это когда вы каждый день приходите, и вы хотите делать лучше что-то, ну то, на чем вы работаете. Я сейчас не беру аспекты личностного счастья, которые очевидно там вне контекста этой конференции доклада, что там не надо страдать, должны быть личные отношения и прочее. Но если мы говорим про работу, то, конечно, это когда вы приходите и вам хочется улучшаться. И это, в принципе, вот краткий пересказ. И вот пинг, он определяет, что условия для такого счастья человека, современного, который занимается креативным трудом, не рутинным, это три условия. Это большая цель, это автономия и это мастерство. То есть мастерство в смысле возможность совершенствоваться как раз вот каждый день. И есть еще такой тоже человек, достаточно известный, Фредерик Лалу. Вот он написал такую книгу «Открывая организация будущего». Меня просили не употреблять слово «бирюза» на конференции. Но тем не менее, вот есть такой термин «бирюзовая организация». И он там описывает вот в этой основополагающем труде книги, что «бирюзовые организации» они полезные и порядочные, они в общем деле целостные, как он об этом пишет. Они и у них там само управление, и у них эволюция. И как вы видите, оно так вот совпало. То есть ну практически один к одному. То, что он пишет об организациях, и то, что вот пинг пишет о мотивации индивидуального человека. И это то, как мы строим компанию. И здесь возникает вопрос, зачем все это бизнесу? Ну может возникнуть вопрос, особенно у топ-менеджеров и так далее. И получается интересная штука, что с одной стороны вот эти принципы компании, которые мы строим, они вызывают счастье и мотивацию, но с другой стороны они же, эти же самые принципы, увеличивают эффективность компании. То есть какие сейчас вызовы понятные, да? Ну после определенного уровня дохода людей уже деньги не так мотивируют, да? Люди не хотят заниматься рутиной, в принципе не нужны уже сотрудники, да? Нужны креативные сотрудники, а не про рутину. И значит менеджмент это очень дорого, маржинальность падает, то есть нужно эффективнее работать. И медленно, то есть традиционные иерархии, они очень медленные, а изменяется рынок все быстрее. И если вы посмотрите, да, то вот эти принципы, которые по центру, они как бы и туда, и туда, то есть они и тем, и тем. И мне кажется, что это и есть определение вот этих самых бирюзовых организаций или организаций будущего, как хотите их называйте, да? То есть некий тренд понятный, как меняются организационные структуры. И практическое определение для меня звучит очень просто. Это когда организация с сотрудником заключает сделку, когда с одной стороны ты работай эффективно, вовлекайся, если в терминах HR, а с другой стороны мы тебе создадим условия для счастья на работе. И вот это как бы сделка win-win. Вот это цель, как мне кажется, там, которые, ну, может быть, недостижимы, но к ней нужно идти, и там мы, по крайней мере, идем. О чем хочу еще сказать, что, естественно, как бы так просто это не внедряется. То есть у нас Scrum Track внедрял нам Agile в 2008 году. Вот. Потом мы очень долго были гибкую разработку строили. И вот где-то с 16-го года мы осознанно пошли в эту сторону, в трансформацию, там уже в открытие финансов и так далее. И как бы это нельзя внедрить. Вот. Я не могу вам рассказать о рецепте. Это штука эволюционная. И в этой презентации я хочу рассказать о том, как, по каким симптомам вы можете свою организацию оценить и, в принципе, понять, вы, вот, трансформация, которая у вас идет, она как бы в ту сторону, в сторону счастья, или она исключительно проэффективность. Три группы симптомов таких, да, три принципа, три группы симптомов. Это вот польза, порядочность, автономия, эволюция. Давайте о них подробнее. Начнем с пользы. Какой идеал здесь? Мы хотим вот в идеальном мире у такой компании, что прибыль – это не цель, это лишь метрика, которая измеряет то, насколько компания полезна миру. Как мы можем посмотреть, как мы к этому идем? То есть первый признак – это долгосрочное отношение с клиентами. Это прежде всего подписочная модель или, по крайней мере, фокус на ретеншн, на повторные покупки. Естественно, признак – это внимание к качеству. Здесь же все это возникает. Если вы посмотрите, то даже компании, которые исторически были заточены на очень разовые покупки, они пытаются внедрять новые бизнес-модели, связанные с постоянными платежами. На мой взгляд, именно причина этого глубинная кроется в том, что так проще, эффективнее управлять, проще мотивировать людей. И даже если вы посмотрите на совсем компании, которые… Ну, прям совсем про разовую покупку. Например, у нас есть клиент Пик. Это застройщик про квартиры. То вы увидите, как качественная компания, вот как признак, она пытается… Да, у нее есть вот этот основной бизнес с разовой покупкой, но она пытается продлить отношения с клиентом, запуская все новые продукты после того, как, например, ты купил квартиру. И это, конечно, признак вот этой пользы. Естественно, в комплекте с этим идет отказ от наживы любой ценой. Ну, я не знаю, здесь какой-нибудь пример тоже общеизвестный. Не знаю, когда Тинькофф Банк запускался, например, меня глубоко поразило, что там тариф на А4 вмещается. И тут ты понимаешь, что что-то отличное происходит, когда мы не пытаемся на каждом человеке максимально нажиться на каждом клиенте, а мы пытаемся как-то прозрачно, значит, про пользу. И причина этого такая, что если все решения принимаются в компании про деньги, то нет места миссии. И не получается быть полезными, если решение чисто от денег. Должно быть… Сначала мы должны подумать про пользу, а потом уже использовать деньги как метрику. И тут еще такой момент, чисто практический, что он может быть не очевидным кажется, но особенно для большой компании, как мне кажется, чтобы быть полезным, обязательно быть прозрачным. Ну, то есть почему? Чем больше компания, вы можете сколько угодно говорить о пользе, но когда большая компания, и как только возникает где-то в середине непрозрачность, то у людей, ну, люди, они как бы слабы, и у них возникают соблазны всякие. Да, то есть мы перестаем думать о пользе, а начинаем все-таки, мы здесь все про деньги, начинаем быстрее срезать углы и зарабатывать деньги. И в этот момент как бы польза теряется. Поэтому, на мой взгляд, идеал такой компании – это открытые зарплаты, открытый P&L, соответственно, все вот эти вещи открытые, открытое расставание. Какие могут быть симптомы? Потому что, пожалуйста, всегда говорю, выступая, не нужно завтра открывать зарплаты. Вот не делайте так. Вот, это может быть больно, и не повторяйте в домашних условиях. Значит, к этому надо идти постепенно. Начать просто с адекватного отношения. Ну, например, для начала, конечно, там белые зарплаты, слава богу, это становится менее актуально, уже вроде почти у всех. Мы, например, начинали с открытых групповых собеседований, мы раскрывали зарплату людей, которых мы нанимаем. Что-то у меня кликер работает не суперхорошо, прошу прощения. Значит, это открытые грейды, то есть когда есть какие-то ожидания публичные, мы понимаем примерно в каком-то диапазоне, кто сколько получает, за какую работу. Это все, что касается профит-шаринга опционных программ. И это публичные цели и публичная обратная связь. То есть когда вы, в принципе, знаете про любого человека в компании, а, собственно, какие у него цели, какие у него метрики, и как он по ним перформит. Ну и просто как бы, да, отсутствие ореола секретности при обсуждении каких-то циферок про деньги. Вот, есть такие страны, три достаточно близкие нам. Это Норвегия, Швеция и Дания. Вот, не все знают, но в Норвегии вы можете зайти на сайт местного ФНС, вбить фамилию и множество человека и посмотреть, сколько он получает денег и сколько он платит доходов. Вот, и никто от этого не умер. Более того, если почитать интересные статьи, то оказывается, что они так живут 200 лет. Вот, и вот в этой статье там написана история какой-то дядечка, который рассказывает, как он в 60-е годы у них публиковалась раз в полгода книга налогов. И он, значит, они стояли в очереди, чтобы посмотреть, сколько, значит, там сосед, какой у него доход. И он рассказывал, как нам было важно. Вот такой хороший человек, а так мало получает. Вот, и ничего, то есть все общество открыто, и ничего в этом такого нет. Вот так, например, у нас выглядят публичные цели и результаты. У нас есть доска в Трелло, где там каждый назначает себе зарплату, и вместе с этим он должен собрать обратную связь и поставить вот эти самые океары, о которых здесь в том числе будет рассказываться. То есть он должен какие-то, значит, себе цели проставить. И все могут оценить, могут дать комментарии, рассказать о том, как чего. Есть, например, обратная связь публичная. То есть у нас есть карточки, чтобы расстаться с человеком, есть карточки, чтобы похвалить человека, когда там зарплата повышается. Вот просто совершенно тупо берем Трелло и делаем. Когда у нас не было открытых зарплат, были точно такие же карточки, просто без сумм денег. Это чуть хуже работает, открытые зарплаты помогают, но с этого можно начинать. Еще симптомы про пользу, про прозрачность. Но это достаточно понятные вещи. Там должны быть какие-то регулярные демонстрации сделанного, может быть какие-то другие специальные процессы про распространение информации. Например, мы проводим ретроспективы на всю разработку на 40 человек в формате World Cafe на менеджеров, потому что очень хорошо информация распространяется. В принципе, открытые инструменты. То есть, когда компания, например, управляется в слэке и в Трелло, а не в электронной почте и еще где-то. Ну и там такой тоже симптом, запах, как называют в архитектуре программирования, когда можно к топ-менеджменту спокойно пойти и поговорить. Это тоже очень хороший признак, что компания идет туда. Вот про пользу поговорили, про автономию. Ну, идеал здесь какой? Он написан улалу, мы его оттуда взяли. Любой может принять любое решение. В случае, если он уведомил затрагиваемых лиц, у нас это уведомление происходит автоматически. Ты заводишь карточку, падает в слэк-канал, считается, что все уведомлены. И, соответственно, любой может наложить вето на любое решение. Вот как бы так происходит процесс принятия решения. Естественно, там есть процесс разрешения конфликта, если кто-то витирует, то, значит, собирается там группа людей, как-то это разрешают, и все это эскалируется, не знаю, в конце концов, до меня или до акционеров. Вот такой идеал. Вот так это выглядит на практике. Это та самая доска, где люди устанавливают зарплаты, собирают обратную связь, или если что-то пошло не так, расстается. И как работает здесь автономия и отсутствие утверждений, что люди ставят задачу, и если ее никто не завитировал, а каждая колонка – это неделя по процессу, то она переезжает в бухгалтерию и готова. Вот. Достаточно просто. Соответственно, если ты хочешь контролировать, ты витируешь. Вот, значит, как можно к этому идти потихоньку? Я все время про эволюцию, про постепенное движение. Ну, первое, что нужно отказаться от постановки задачи лично человеку, и все задачи ставить на конвейер. Правильное слово – канбан. Здесь будут про это много разговаривать на конференции. И чтобы убрать утверждение, по сути, вы говорите, что если кому-то что-то не нравится, он хочет все контролировать, пусть он, значит, в установленный срок накладывает вето, этот конвейер останавливает. Ну, как основа линпроизводства – это если у тебя что-то не так, ты дергаешь шнурок, и конвейер встал. Если ты не дергаешь шнурок, значит, считается, что все согласовано. Очень важная история про сроки назначает исполнитель. Естественно, если сроки сверху, то это не конвейер и совсем другое. Если сроки назначает исполнитель, то их можно спокойно совершенно контролировать роботом. У нас вместо менеджерской работы такие вот специальные написаны роботы, которые постят каждый день в Slack, например, по командам. Они оценили сроки задачи. Если сроки, значит, уехали, то робот об этом мягко, но, значит, со свойственным упорством, со свойственным роботоупорством напоминает. Естественно, там переход на оценку по метрикам вместо отчетов. То есть, как только идут… Зачем нужны отчеты, если вот есть понятные метрики, в карточках пишем обратной связи и едем дальше. Ну, еще один признак хорошей организации – это когда решения принимаются снизу. Вот я читал книжку японца, который канбан этот придумал, Шигею Шинго, и он там как раз расписывает, что, в принципе, есть два типа принятия решений, западный и восточный, или там японский менеджмент и американский. Американский – это когда сверху приняли решение и побежали делать, а японский – это когда сначала снизу широкий консенсус, а потом внедрили. У обоих есть свои плюсы и недостатки. То есть, американские быстро приняли решение, зато очень плохо реализуются, потому что саботаж на местах непонятный и так далее. Японское принятие решений – это очень медленное принятие решения, зато потом реализуется очень быстро, потому что уже широкий консенсус. Когда мы говорим о тех организациях, полезных, о которых я говорю, это, конечно, японский метод принятия решений. И в итоге, если все это про автономию внедряется, то менеджеры постепенно начинают вырождаться. Тоже, наверное, будем говорить об этом на этой конференции. Это менеджеры-слуги, сервант-лидершип, есть книжки про это, значит, которые, в общем, что они делают? Они в основном остаются найм, увольнение, обучение. Все остальное без проблем автоматизируется. На самом деле и эти роли тоже отъезжают в команды, но как первый этап трансформация – это вот идет туда. Еще один момент, такой есть определение, тоже мне очень понравилось, что такое бирюзовая организация. Бирюзовая организация – это группа команд автономных, которые согласились платить общие налоги на общее дело. Ну, соответственно, все команды, все книги про такие организации, которые я читал, они все команды центричные. Ну, команды центричность – это какие симптомы? Конечно же, кросс-функциональность. Конечно же, это найм силами команды, а не впихивание людей сверху. Это какая-то система метрик, которая привязана к перформансу команды и, соответственно, бонус на ее основе. Это, конечно, работающие ретроспективы. То есть не то, что кто-то приходит и говорит команде, как работать, а она сама свой процесс изменяет. И это физическая организация пространства. Например, мы пришли к тому, что у нас в офисе ничего нет, кроме командных комнат до 10 человек. То есть только переговорки и комнаты вот именно ограниченного размера. Это было про автономию. Теперь про третья часть – эволюция. Ну, несложно заметить, что даже слова однокоренные. И правильная метафора такой организации – живой организм. Наверное, самое сложное – понять, жив я или мертв. На самом деле это нетривиально для организации. Но попробуем посмотреть. Во-первых, хороший симптом – это стратегические сессии. Немножко такой булшитом отдает это слово. Но смысл хороший, в общем-то. Что если есть какой-то процесс в организации, где люди, коллеги, сотрудники в широком составе собираются и обсуждают какие-то высокоуровневые штуки, которые иногда называются стратегией, то это хорошо. Если этого нет, то может быть хуже. Эволюция – это всегда эксперименты. И эксперименты – это как раз самый четкий признак. Во-первых, культура положительного отношения к ошибкам. Ошибаться нормально. Если такой культуры нет, то это точно не про эволюцию. Это наличие свободного времени. Например, у нас программисты недавно ввели 10-процентный Slack Time. В пятницу, каждую пятницу в 4 часа на любые свободные проекты. Там есть всякие нюансы, как это правильно делать, но в разных вариациях это встречается. Это все, что связано с обучением, потому что эволюция, чтобы были эксперименты, люди должны учиться. Например, у нас все обучение софинансируется. Но или в любом других варианте, компания, которая должна это поощрять. И как опять же физическая организация пространства, очень важно. Есть такой замечательный Крейг Ларман и его закон, что культура организации следует за структурой. И на самом деле организация офиса, она может быть для культуры более важна, чем любая очень красивая презентация. Ну еще какие-то моменты. Тоже об этом будут говорить. IKR вместо KPI. В принципе разница не такая большая. То есть KPI это метрики, к которым деньги привязаны, к IKR деньги не привязываем. Здесь есть интересный график, который показывает, умные ученые исследовали, что чем умнее человек, тем хуже он на привязку результатов к деньгам реагирует. То есть в какой-то момент начинается перелом и KPI начинает работать в минус. И мне кажется, что IT, мы здесь обсуждаем в основном такие организации, это вот уже после этого перелома. Конечно, горизонтальное перемещение. То есть если человек проработал в одном месте, он ценен компанией, и он даже, например, не хочет, хочет сменить роль. Это тоже про эволюцию, про то, что людей ценят, про то, что они могут менять роли внутри компании. Ну и гибкие бюджеты. Тоже будет, по-моему, следующий доклад. Beyond budgeting. Это, на мой взгляд, вот как раз про это, про то, как уходить от централизованного денежного планирования к децентрализованному. Это важнейший такой, даже не симптом, а симптомище гибкости организации. Ну и как бы резюмирую, что месседж доклада, если вы там топ-менеджер, если вы проводник изменений, то мне кажется, что несправедливо, как-то очень странно выжимать из людей эффективность и ничего не давать взамен. И вот это как бы основная история, что нужно win-win с тем, кто работает. Если же вы сотрудник, то хочу призвать вас требовать своей части сделки. То есть должен быть какой-то смысл в работе, кроме денег. Должна быть автономия, кроме четких инструкций, потому что четкие инструкции очень важны. Бирюзовые организации, они все, как ни странно, выглядят достаточно бюрократизированными, потому что это всегда бизнес-процессы, но эти бизнес-процессы должны быть про автономию, а не про то, чтобы регулировать каждый шаг. Ну и, конечно, право на ошибку, эволюция, а не гарантированный успех KPI и не привязка денег к каким-то таким сухим цифрам, к результатам. Даже рискну сказать больше, что мне кажется, если посмотреть очень глобально, то в обозримом будущем, если вас на работе не прет, то робот заменит. Ну то есть концептуально кажется, что единственная дополнительная стоимость человека, она в вовлечении, она в том, что он креативит, в том, что он в том, чего, ну по крайней мере, хочется надеяться, в обозримом будущем у роботов не будет. А если работа – это рутина, ее нужно работать, то, скорее всего, это автоматизируется. Поэтому опять это кажется естественный тренд. Копать ночью круто. Вот, это реально круто. Я сам любитель как бы там встать и поработать. Главное понимать зачем. Вот на этой ноте на самом деле хочу закончить, в общем-то, но есть еще один такой момент. У меня вот как раз осталось время. Скажите, а есть ли в аудитории C-шарп-разработчики? Поговорите со мной. Мы ищем таланты. Это, в общем-то, то, зачем я здесь. У нас хорошо работать. Я уложился во время. У нас есть 15 минут. Я готов ответить на ваши вопросы. Здесь есть бонус. Если у вас телефон с распознаванием QR-кодов, а это, я так понимаю, практически любой сейчас, то вы можете вот этот QR-код сосканировать, и там будет гугл-форума, которая позволит вам анонимно оценить свою организацию относительно тех симптомов, о которых я рассказывал. И там будет в духе прозрачности гугл-табличка, в которой вы сможете посмотреть. Там уже довольно много людей прошло этот опрос. Вы сможете посмотреть, как ваша организация относительно других, вот в неких, в этом, так сказать, ранжирование, как она выглядит. Ну, это кому интересно. Давайте вопросы тогда. Да, давайте вопросы. Привет. Спасибо большое за договор. Так, я не вижу вас. Но, ага. У меня такой вопрос. Если я правильно поняла, сотрудник, когда хочет повышения зарплаты, заводит карточку, видимо, в Трелло на получение обратной связи. У меня такой вопрос. Убеждаетесь ли вы, что эту обратную связь дают экологично? Да. Мы всех отправляем на тренинг Канни Обуховой. Она у нас провела митап по этому поводу. У нас в карточке, по результатам этого митапа, у нас есть специальный шаблон обратной связи в этой карточке, где написано, как экологично ее дать. Мы на эти грабли ходили неоднократно, естественно. Эта культура обратной связи постепенно развивается. Но то, что я читал, что главное следствие открытия зарплат, которые наблюдают все в течение первых двух лет, это улучшение как раз культуры обратной связи. То есть, да, мы работаем над этим. Спасибо. Так, вижу. Привет, большое спасибо за доклад. Я хотела спросить. Вот ты рассказал, что у вас сейчас компания относительно небольшого масштаба, и вы уже в этой структуре работаете. Может ты, на твой взгляд, если в компании больше 300 человек, вот эти все изменения, ну, понятное дело, что это дольше, если к этому вообще идти. Реально ли, вот с точки зрения твоего опыта, для такого количества человек? Значит, два аспекта. Лалу описывает организации гигантских размеров, до 40 тысяч человек. Если говорить про мой личный опыт, ну, кстати, известный всем пример, но не все знают, есть такая компания Netflix, и там топ 500 зарплат открыты. Вот, можете погуглить их культуру. А мой личный опыт говорит о чем? У меня нет опыта бирюзы в такого размера организациях, но мне кажется, что правильный путь это, конечно, дробить на автономные бизнес-юниты и давать финансовые стимулы. Самый хороший пример – это компания Яндекс, который достаточно долго у него были проблемы с запуском новых продуктов. Если вы почитаете, как они трансформируются и какая стратегия у Воложи, то, по сути, он сделал инкубатор. Там после года двух внутренний стартап он отделяется в юрлицо, и там своя автономия, свои финансовые метрики. Вот, в общем-то, пример, ну, в том же, в той же духе трансформации. Посмотрите, сколько они продуктов запускают. По-моему, каждый день выходит пресс-релиз, как Яндекс собирается дисраптить очередную индустрию в России. Как они это делают? Вот, автономия. А можно, я уже отдал одному попрощающему микрофон, но я воспользуюсь там правом ведущего, задам его сам. Смотри, Саш, я очень много, когда встречал разные аналитики по поводу этого дела, и там часто указывается, что успешные кейсы подобных изменений в компании, они бывают у компаний, которые вырастают с подобной культурой. То есть растет компания, появляется эта культура. А именно трансформация, когда есть огромный такой Титаник, его надо куда-то развернуть, это обычно хрен чего получается. Ты что-нибудь с этим сталкивался или знаешь примеры, когда вот именно так, ну, до уровня вот этих вот открытых зарплат что-то такое серьезное могло, допустим, происходить? Лалу пишет, что все зависит от владельца, там, условно-генерального директора. Он пишет об обратных кейсах, когда была бирюзовая компания, сменился менеджмент, очень быстро стало иерархической. Вот, если… Эта штука, а когда мы говорим о таком фундаментальном преобразовании, типа открытия зарплаты, она требует топ-поддержки. Если у вас есть акционер, который поверил и хочет менять себя, ну, собственно, в каком-то смысле Сбербанк и Греф, можно, наверное, приводить как пример. Ну, то есть… Еще хорошо бы, чтобы были деньги так, чтобы поменять. Это очень важно, да. А если ты сидишь там, перебиваешься там… Если топ, да. Без изменения мышления, там, гендир акционеров, мало реально. Окей. Давайте. Здравствуйте, Александр. Вопрос следующий. Был ли у вас в компании такой период, когда вы росли быстро? Вот, возможно, даже неорганично быстро, то есть каким-то неестественным образом, а прям раздувая, может быть, даже штат компании, ну, в целях там, допустим, рынка, рынок требует. Думали ли вы тогда о счастье сотрудников, о том, что его нужно поддерживать, там, о самоуправлении и так далее? Насколько получалось поддерживать уровень счастья в таких условиях, если бы был такой период? Значит, мы инвестиции не привлекали, а, следовательно, всю дорогу росли органически. Это важно. Но у нас были периоды, и сейчас мы довольно быстро растем. Экспериментальным путем установлено, что больше 40% в год очень больно. Мы в 2018 году на четверть по людям выросли, и это было на грани. Да, мы, конечно, думаем о счастье, всегда о нем думаем, и бывает хуже, бывает лучше, бывают разные периоды, разные рыночные ситуации. Здесь хочу еще обратить внимание на очень интересный аспект. Вот если возьмем принятие решений, любой может принять любое решение. В чем красота этой формулы? Вообще говоря, она подразумевает возможность перехода в авторитарный режим. Ну, то есть кажется, что бирюзовая организация, если она действительно вот так работает, она может быть и очень жесткой, и очень мягкой. То есть в период кризиса, вообще говоря, понятно, что если акционеры разруливают конфликты, то если акционер принимает решение, то оно считается принятым. Ну, в смысле, там нет, это в общем в пределе это иерархия. Но при этом, если акционер не принимает решение, то это канбан и лин. И мне кажется, в этом очень большая сила этого принципа, потому что если вся компания понимает, что сейчас кризис, и можно и нужно принимать авторитарные решения, то на какое-то время она может стать авторитарной. У нас была такая история, мы знаете, когда зарплаты открыли, у нас был промах, как раз быстро росли, промахнулись в планировании, и нам нужно было единственный раз в жизни уволить нескольких человек из-за того, что просто деньги кончились. И мы, во-первых, решили в этот момент открыть P&L, чтобы было точно видно, почему мы такое решение принимаем, и чтобы это было прозрачно. А еще у Лалу была написана такая наивная история, что, знаете, там вот и у Лалу, этот Маверик, есть такая книга, как его, Рикардо Семплер, да? Значит, вот давайте сделаем голосование, может быть, всем понизим зарплату на 10% и типа не будем никого увольнять. Вот мы сделали такое голосование, и абсолютное большинство сказало, выберите сами кого-нибудь, мы вам доверяем. Типа увольте, а зарплату не надо трогать. И все прошло отлично. Мы открыли P&L, кто-то сам ушел, выбрали и нормально. Здравствуйте. Кто-то, я не знаю, вот у меня микрофон. Да, прошу. Спасибо за доклад. Хотел вопрос чисто практически задать. Вот вы сказали, что у вас каждый сотрудник может предложить свои изменения, и кто-то может наложить вето. Вопрос. Как-то стимулируется участие сотрудников как бы с точки зрения согласия их? Я имею в виду, что, например, можно предложить изменения, и никто их не читает, все молча их как бы принимают. Является ли это проблемой, то, что, например, нет никакого участия людей в обсуждениях, допустим, и есть ли какие-то процессы, стимулирующие вот именно людей участвовать в этом? Потому что я как разработчик, например, хочу писать, допустим, код, сижу, пишу код, и не хочу даже читать, что там происходит. Я согласен со всем, допустим. Ну, да, я понял вопрос. Стимулы есть, они, это система мотивации. Если ты у нас разработчик и пишешь код больше и лучше других, то ты существенно больше получаешь. Поэтому у нас именно проблемы, что люди не как бы ничего не делают, такого нет. Наоборот, скорее мы действуем, знаете, вот как у Книберга есть, никого не надо мотивировать, и нужно убрать демотиваторы. То есть мы наоборот, мы демотивируем витирование. У нас такое правило, что если мы поощряем предложение, и если ты хочешь наложить вето, то ты должен, ну, как минимум, назначить встречу, поразрулили конфликта, и плюс представить контрпредложение. Вот. И наоборот, как бы, если ты предложил какое-то изменение, никто не против, и ты его сделал, так супер, это и то, что мы хотим. В смысле, оно произошло изменение, все счастливы. То есть, как бы, в такой культуре не бывает такого, типа, приходит человек и говорит, давайте завтра все будут работать по-другому. Ну, как бы, ему скажут, ты что-то хочешь поменять, ты сделай. А так просто, ну, не будет работать. Поэтому нет. Той проблемы, о которой вы описываете, нет. Скорее, я сталкиваюсь с тем, что недостаток инициатив. Саша, спасибо большое за доклад. Отлично. Разделяю во многом твои принципы. И у меня будет пара простых, достаточно, наверное, вопросов, более конкретные кейсы, тоже и с плоскостями ретократии, и, наверное, таких когнитивных ловушек. Значит, первое, если у тебя ревенью упадет, и люди принимают, вот как ты в предыдущем ответе говорил, принимают решение всем на 10% меньше платить, это в следующий раз может быть 30, 40, и ты понимаешь, что ты половину команды можешь потерять. Значит, это первый вопрос, коротенький. И второй вопрос, следующий кейс. На рынке есть специалист, уникальный достаточно, да, и он, ты его очень хочешь, как SEO, не знаю, просто хочешь его в команду. Он, его зарплата будет в два раза больше, чем у всех. Ты понимаешь, что ты этим автоматом демотивируешь всю команду. Например, если мы говорим там про девелопера, вот ты там интересовался C-шарпом. Спасибо. Я первый вопрос не очень понял, ну то есть бывают кризисные ситуации, когда нет денег. У тебя команда голосует, понимаешь, да, у тебя демократия, но она у тебя в рамках одной компании конкретно взятой. При этом эту демократию проголосовала за это 55%, да, а вторая часть ее не принимает. То есть им, их не интересует уменьшение зарплаты. У нас был пункт в этом голосовании, такой, он звучал так, если всем понизить зарплату, я уволюсь. Довольно много людей из-за него проголосовало, из-за чего мы сделали вывод, что так делать не нужно. Я еще говорю, мы не стали так делать, мы не понижали всем зарплату. А что касается там кризиса, если он будет, и будет плохо, ну будет, а что делать. Что касается второго вопроса, это просто вроде бы не про культуру, или я вопрос не понял. Что касается второго вопроса про суперценного специалиста, который в два раза дороже других. Ну, у меня большой вопрос здесь, может быть мы другим не доплачиваем, но если кратко отвечать, то нужно свои желания усмирять. То есть да, открытые зарплаты, не дают возможность закрывать дырки в найме путем диспропорции зарплат. Это просто, ну типа, это и есть в общем-то признак эксплуатации. Ну то есть, что такое закрытая зарплата и управление диспропорцией зарплат? Это когда руководитель управляет за счет диспропорции информации. Он знает, каков рынок, кому сколько платить и кто сколько получает, а сотрудник в переговорах находится в неравной позиции. Он не знает. И как бы, ну да, вот там был такой пункт отказаться от нечестного заработка. Это вот оно и есть. Нужно отказаться от этого функции. У нас как бы, ну да, мы не нанимаем людей на зарплату в два раза выше. Хотя при этом у нас, мы считаем, постоянно смотрим за метрикой коэффициент неравенства, и он достаточно большой. То есть это не коммунизм. У нас там от 4 до 5. Ну и это нормально. То есть люди нормально совершенно воспринимают неравенство в зарплатах. Люди очень плохо реагируют на несправедливость. Но когда есть написано, что вот есть джуниор, он делает x, а вот есть не джуниор, он делает 4x, то абсолютно всем комфортно, что он и получает 4x. То есть тут вопрос просто справедливости. Справедливость понятия относительно. Да, и в компании должны собраться люди, у которых плюс-минус одинаковое восприятие справедливости. А иначе им трудно будет. Я не управляю микрофоном, вижу руки, но он пошел куда-то в другую сторону. Коллеги, кому там? Нет. Я буду, я буду прям, я знаю, что всегда много вопросов возникает про то, как это работает. Я буду, естественно, вот в лаунж-зоне, где спикеры. Ага. Да. Большое спасибо за доклад, Александр. Хотел спросить. Там на одном из слайдов робот напоминал про сроки. Выглядело, как программист сказал какую-то оценку, робот понял, что это теперь его обязательства. И вот как это соответствует счастьям, и как робот понимает, что хомячок вырос в медведе, или отличие между небоскребом и долгостроем? Робот ничего не понимает, на то он робот. Его задача выполнять простую функцию, осуществлять социальное давление и напоминать. То есть это публичный слайд-канал на всех разработчиков. И он просто говорит, ребята, вот команда, она обещала сделать за неделю и не сделала. Дальше ничего не… Нет больше никаких эффектов. И вот там людей не увольняют, там никто не бежит бить палкой. Но дальше происходит магия самоуправления. А как это влияет на счастье? Это увеличивает чувство справедливости. Если у вас не будет прозрачных метрик и не будет видно, кто как работает, то при росте компании у людей начнет возникать неприятное подозрение, что я вот классно очень работаю, а другие не классно. И это как бы внутреннее такое чувство, с которым трудно. И поэтому, чтобы масштабировать такие процессы, нужно все метрики, все вот эти OKR-ы всех роботов сделать максимально прозрачным, чтобы когда вы говорите хорошо-плохо, это было не оценочное суждение, а про циферки. И вот у нас есть XL-ка, которая у нас робот каждый день срабатывает. И он в команде, если зелененькое, начисляет 3, если желтенькое 1, а если красненькое, то 0. И на ежемесячном демо разработка показывает график, где есть динамика по каждой команде по дням. И она такая большая, за полгода. И на этот график он удивительно хорошо совпадает с ощущением всех экспертов на тему того, у какой команды проблемы, а какая команда очень хорошо работает. А если по ходу работы возникла клевая идея, ее решили тут же запилить, но от этого срок увеличился. Как вот с этим? Ну, у нас есть механизмы. Во-первых, по ходу это странно. У нас есть начало, когда команда может переоценить историю, разбить ее, например, на две. А если по ходу работы возникла идея, ее нужно продать бизнесу путем уведомления. У нас есть доска продукта, ты должен завести карточку, ее должен кто-то купить и так далее. То есть тут как бы… Эта культура может показаться, что это анархия и каждый делает, что хочет. Нет. Это про конвейер и эффективные процессы. Есть заказчики, они ставят в очередь задачи и их нужно делать. И если у тебя возникла клевая идея, но ты не укладываешься в сроки, ну, как бы, либо ты переобсуждаешь, эскалируешь, либо ты ее, не знаю, откладываешь куда-то в бэклок. Или ты, например, живешь с тем, что да, срок поехал и ничего же за это не будет, ну, один раз, пожалуйста. На здравом смысле. Ну, или там не один раз, а N раз. Ну, сколько-то. То есть все на здравом смысле. Привет. Спасибо за доклад. И у меня такой вопрос, возвращаясь к паре вопросов назад, наверное, по поводу российского менталитета такого и как он проявляется при таком подходе, как он отражает на всю эту картину. То есть мой вопрос в следующем, если возвращаясь. Вот, допустим, есть какая-то команда интровертов, которая, у них две позиции. Я не хочу голосовать, пускай за меня решат, и потом за меня проголосовали, вот вы и виноваты. И это очень часто встречается, ну, по крайней мере, в нашей индустрии, потому что интровертов достаточно много. И вы вот подтвердили такой пример, когда сказали, что не хотим снижать зарплату, пускай за нас кто-то решит. Это прям вот откровенная позиция, когда там выборы, все равно выборы куплены, за нас все решили. А вот первый вопрос. Есть ли такие вот прям яркие ситуации и что с ними происходит, не знаю, там, вплоть до разбора команды, деления на другие команды, чтобы было больше инициативных, чтобы какой-то пример был перед глазами. Это первое. А второй вопрос по поводу, опять же, российского менталитета. Вот был пример, что где-то в Норвегии открыты зарплаты, и люди говорят, вот такой хороший сосед, почему он так мало зарабатывает. А я считаю, что в российской менталитете здесь немножко по-другому. Вот такой плохой сосед, почему он так много зарабатывает. И хотелось бы, если услышать, есть ли какая-то статистика, как вообще вот этот подход повлиял на зарплату. Они выровнялись. Или наоборот, они там все пошли вверх, все пошли вниз. Или наоборот, какое-то большее разделение получилось. Вот два таких вопроса. Спасибо. Нет задачи всех заставить стать инициативными. Нужно создать условия. Если сидит интроверт, пишет код, у него все хорошо, замечательно, пусть он пишет, зачем его трогать. Это же история про то, чтобы когда мы повышаем эффективность, мы вводим какие-то ожидания от сотрудников. Мы хотим, чтобы они работали лучше. Это история про то, что если тебя это не устраивает, если ты считаешь, что эти ожидания несправедливы, если ты считаешь, что мир устроен несправедлив, ты можешь взять все в свои руки. Но если ты не хочешь брать все в свои руки, ну сиди, работай, какие проблемы. Это замечательно. У нас был коллега, который там работал 10 лет, делал задачи, не ездил ни на какие корпоративы, ни в чем не участвовал, и карточки не заводил. И все его очень уважали, он сидел и работал. Нет такой цели. Ну то есть работаем и работаем. Если хочешь, участвуешь в управлении, если не хочешь, не участвуешь. Это не про демократию, где все должны голосовать и ходить на выборы. Это ни в коем случае не про демократию. Это про меритократию. Такая система, она выделяет из коллектива то небольшое количество людей, которые действительно хотят принимать решения. И они естественным образом всплывают, становятся, не знаю, топ-менеджмент, неправильное здесь слово. Они начинают управлять. Потом кто-то из них устал, управляет другой человек. Второй вопрос был про зарплаты. У нас было несколько случаев, когда люди просили себе понизить зарплату, мы отказывали. Зарплаты скорее растут. У нас в принципе есть такой тренд. Ну и как бы уровень специалистов растет очень серьезно. То есть, ну, но как бы, но проблем каких-то я не наблюдаю вот такого менталитета. Статистика. Есть какая-то что-то, смотрели, нет? Да, ну, нет, мы смотрим, конечно, управляется все на метриках, там, PNDL. Нет, статистика мировая имелся. А, мировая? А, ваша. Ваша. Ну, потому что нет денег, чтобы столько платить. Разработчики, когда открыли PNDL, пошли и оптимизировали потребление железа. Шикарно. Они посмотрели рентабельность проектов по железу и начали этим заниматься. Люди хорошие. Эта система, она постулирует, и это правда, что люди в основном хотят делать свою работу качественно, они адекватные и они хорошие, и на них можно положиться. Ничего страшного не произойдет. Что касается каких-то людей, которых печалит чужая большая зарплата, ну, надо им посочувствовать. И пускай. Давайте последний вопрос. Я уже там дал микрофон в студию, и потом ловите Сашу. Ты сегодня целый день здесь? Не уйдете? Да, у меня вечером вы поставили панельную дискуссию, поэтому я вынужден. Видите, как хитро надо делать. Мы же знаем, что горник собирает хорошие залы. Давайте. Саша, спасибо за доклад. Я хотел узнать у тебя, у тебя в твоей системе, ты за счет повышения эффективности, это win-to-win сделка с разработчиками, чтобы дать им счастье. Не только разработчиками? Ну да, 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 со всеми участниками команды. И что интересно, возможно, у отдельных личностей понимание счастья, оно разнится с пониманием счастья других членов команды. И может быть очень много достаточно необычных, достаточно странных предложений, возможно, некоторые, которые делаются с болью, с какой-то, может быть, трудностями сталкиваются. Можешь привести какой-нибудь кейс, пример, где какое-то сложное решение для повышения счастья пришлось принять, но в конечном итоге оно все-таки повлияло на эффективность, положительную сторону. Начну с конца. Пример, например, вот с этого самого слегтайма, четырехчасового недавно, как раз программисты, у нас были, здесь был период сложности с разработкой, программисты, как одно из мер, сказали, а давайте у нас будет еще четыре часа свободного времени. У половины компании непрограммистской очень сильно полыхнуло, вот, и это были большие дискуссии, но польза от него теперь всем очевидна и нормально. Что касается счастья, вот я поэтому и начинал с книг определений. Есть, когда мы сами свое счастье определяем, там все сложно и это трудно, но вообще есть умные труды, как бы, вот базис, да, и я фокусируюсь не на индивидуальном счастье, которое каждый, конечно, волен и определяет по-своему, а на простой истории, что должны быть такие условия работы, чтобы каждый сотрудник, он приходил, ему было в кайф улучшаться в своей работе ежедневной. Вот это состояние потока у Чикти Сент-Михая или мотивация по пинку. Это то, что находится в сфере влияния работодателя. Мы можем это сделать, мы можем вот эти условия создать. Ну, а личное счастье – это очень широкая тема. Я тоже могу на него долго говорить, но, наверное, уже не в таком контексте. То есть теперь с четырех часов на целый день, получается, делают на свободные задачи? Я думаю, что кто-то завитирует уже, наверное. А потом и всю неделю. Думаю, что нет. Спасибо, Саш. Спасибо. Давайте там юморну чего-нибудь там перед уходом Саши.